ну вот друзья хорошо поработали теперь можно поесть хорошо поедет поели можно поспать ну а точнее прям слюнки текут у нас тут фаршированный перец маргарита но мы уже вчера ели приготовил я прям вот люблю перец фаршированный могу хоть каждый не надоедает и что-то еще тут вяленые помидоры говорит попробуй а то я съем и ты не успеешь попробовать а тут что там осталось 12 и чесночок возьми закуси сразу закусить закусить это хорошо и хлеба вкусно они должны постоять пропитаться это вот вчера я задала просто на пробу что-то мне это напоминает какую-то вкусняшку тоже где-то я что-то подобное ел но не это вкусно друзья перец это вообще сказка про помидор расскажу вкусно вкусно ну аж доесть или чего не хочешь дай мне почему даем мужчины не сразу хочу перчику перчику до помидорчики мне понравились сочетки надо будет еще сделать ммм и 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 друзья мы с маргаритой вас приветствуем на канале хутор стуканов краснодарский край погода супер пока вот уже три стены у нас готова бане осталось мне последний укосина поставить здесь с этой стороны будет одна укосина я считаю достаточно сюда она просто не влезет то есть вот до этого угла она не достанет окно поэтому смысла не ставит так все вроде держится прочно ничего не качается занимаюсь крышей полезем на крышу там объясню все тузик прибежал тузик тут у нас вот такой вариант не очень хороший но пока не определился что делать значит когда мы закончили с димой коробку я вам предложил давай сделаем армопояс либо ну вырезать сделать у блоки кто в теме понимает то есть забетонировать внутренне вырезать такой желоб по всему периметру положить арматуре на и забетонировать и сразу шпиль туда воткнуть потом просто мой эрлат кладется дима сказал что для такого строения небольшого в принципе достаточно прикрутить мауэрлат на саморезы но на длинные саморезы учета как-то меня сомнения мучают саморезы я решил сделать шпильки вчера просверлил 22 сверлом отверстие на полтора блока вот досюда напополам порезал шпильки метровый получилось по 50 сантиметров да но где-то на полтора блока они идут все было хорошо была такая же хорошая погода светило солнышко как только я начал туда делать плиточный клей заливать ну отверстие маленькая вот поэтому очень сложно туда все пропихивать половину сделал как зарядил сильный ливень и уже уже потемнело я в темноте тут вообще ничего не видел ну короче у меня размок дождем весь мой клей этот плиточный все попортилось сейчас я попробовал ну понятно что не высохло вот даже видно что а еще же у меня была тут гидроизоляция рубероид все это время был приклеен у меня блоки не мокли когда шел дождь но вчера чтобы здесь начать сверлить я я купил битумную мастику ну специальный там для фундаментов хотел сначала кистью битум здесь намазать а потом уже еще рубероид только я снял начал делать пошел дождь блок вот настолько намок но там внутри я думал еще больше намок сейчас я попробовал вынуть шпильки руками они вынулись ну так с натягом но вынулись понятно что там еще сырой вот они отверстие тихо не впади ты наверно ногой это уперлась и она съехала ну я-то для себя ходил вот друзья накладочка вот сейчас я буду рассверливать по новой есть конечно вариант взять коронку покажи коронку такой пятидесятую до засверлиться здесь краю шпильки взять пластину наварить гайку и шпильку туда вкрутить забетонирует здесь забетонирует там ну это что-то уж совсем геморройно вот я короче сделаю сейчас так тут все просто не не высох поэтому она вынулась в общем я сейчас по новой забетонирую три шпильки уже четыре подожду пару дней вот если все будет так же печально тогда вообще наверно эти шпильки вынул и буду думать может быть съезжу блеруа посмотрю нормальные дюбеля здесь нормально дюбелей вот такие короткие и сделаю прям ну почаще ну вот собственно на этом геморрое у меня и остановилась все вот ну сегодня я по-любому нанесу кистью гидроизоляцию иначе что эти блоки сегодня опять ливень будет 6 часов все это намокнет ну такие вот дела не очень приятные такие димон раскабанил здоровый стал но по сравнению как был подрос вискос пришел привет вискос где был гулял ну в общем те шпильки которые я вынул буду сверлить по новой крутил гайку шпильку самом конце и долго долго просовывал туда клей вот эти четыре что я вынул так и сделаю сейчас просверлю вот это принципе если тут высохнет я думаю что она будет дивана будет держаться просто дождем вот на мыло тут ямки но все равно я еще через одну дюбеля нам сделаю так будет прочнее заморачиваться более глубок что-то не хочу а Циля 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 У мадам солнечной ванны Да, кабачок Хорошо, тепло Циля Что ты пришла? Я тебя не знала Колбаски хватит, у тебя зуб вон уже Огромный Друзья, это наши арбузы Сейчас мы их вскроем И посмотрим, сделаем вывод Стоит ли вообще их на огороде Выращивать Или проще купить, они сейчас стоят 8, уже 7, ух ты, аж треснул Смотрите, треснул Но этот год был очень много дождей Было сыро И не жарко Что-то не впечатляет начало Ну трескается Меня Маргарита аж со стройки Вырвала, говорит Пойдем посмотрим Ну ты знаешь Розовенький Да, вот так порежем Розовенький Я думаю, что он Ну, судя по хрусту По идее он сладкий должен быть Да ладно Сладкий Гонишь? Угу Правда что? Угу Но цвет не возбуждает Может это то, что мы покупаем Все химически подкрашено А это натуральное? Не знаю Но он как бы не очень сладкий Но такой сладковатый На корм скотине Вон Лежит у нас уже полтора месяца Вот лучше купить за 8 рублей А сейчас за 7, да? Да Чем засаживать арбузами Огород там поливать Ухаживать что-то за ними Так что, друзья Вот мой вывод такой Вот этот арбуз можно Замариновать в банке Засолить Да что тут солить-то? Там еще такие есть Просто в банку закрыть Или курям отдать Давай второе Давай Ну у них У них хвостики не отсохли А отгнили Получается Вот они Короче, получается Такой же Ну да На Зацени и курям отдадим Такой же? Ну сладенький Попробуй Ну какой он сладенький? Попробуй Вот серединку возьми Да там серединка такая Это еще безвкусней И не сладкий Какой он сладенький? Сладенький-то вон тот лежит Кстати, давай большего разрежем Поедим Да Да Так и сделаем А то сегодня жарко Арбуз будет самый то А это курям Дай носик кусочек Ну что, вот мы разрезали наш арбуз Который пролежал у нас Где-то полтора месяца Мы его по-моему брали по 8 рублей Или по 10 Не полтора, меньше Месяц Ну может месяц И то я считаю, что он не красный И не такой сладкий Хотя он сладкий Но то, что наши там Просто В общем, вывод такой Не будем мы выращивать арбузы На нашем огороде Да, сейчас дешево купить их Кто бы что ни писал Там укаживали, не укаживали Смысла не вижу Вот они дешевые Купил Все равно Летом, когда они там дороже стоят Наши еще даже не созрели К этому времени Ну, так нормально, считаю А теперь моя очередь Стоять за плитой И варить кашу Но каша это немного другая Она черная Это вот гидроизоляция Для фундамента Адское зелье Алик Варин Сейчас я погрею Битум такой И сделаю гидроизоляцию Сверху блоков Чтобы мне уже не переживать За дождь А потом, когда будем класть Мауэрлат Через несколько дней Тогда мы еще руберой положим А пока я намажу И буду спокоен У меня блоки не будут Так впитывать Варю Чуть-чуть еще погрею Чтобы она была вся Жидкая Можно помешать Чем-нибудь Да сейчас помешаешь Уже То, чем помешаешь Испортишь Палочку Да я сейчас погрею Побольше газа И уже на месяц А мне много не надо Я думаю Так, кисточкой сейчас Пройдусь Надо главную пыль Там стереть Ну все Ну так, ничего мажется Я, наверное, недостаточно ее погрел Быстро густеет Как только из банки достаешь Ну, может и хорошо О, такое, видишь? Угу Ну, в принципе, нормально Сейчас главное Все поры пройти И тогда уже можно оставлять И там уже дождь Не страшен Не страшен уже накрывать А то я переживал вчера Но вчера, конечно, сильно намазывает Намочила Ну, сегодня обещали дождь вечером Не знаю, будет нет Ну, если я успею До вечера А я успею Ну, уже не страшно Пусть льет Ну что, заканчиваешь? Все, последний штрих художника Кисточка оказалась Не, ну, это густая Видишь? Ну да Сломалась Я тебе скажу То еще занятие Вот это Мазать густым Ну да Много использовал Полбанки Ну да Где-то полбанки Останется еще Можно будет Фундамент помазать Вон там, где вода Низ Я не знаю Может, блок Примерно помазать Чтобы газоблок Воду не брал Хотя там вагонка будет Но все равно Фундамент надо мазать Пока ты его не засыпал А сейчас что мазать Земля все равно будет Впитывать С земли Бетон Ну все Все, теперь Вот эти бумажки я намотал Чтобы цементом Не испачкать резьбу Потом я их сниму Все, теперь будешь спокоен Да Дождь нам не страшен Теперь хоть дождь Хоть что Половые доски у нас Под навесом Пусть заливают Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а! Ухей-люи такой, типа, он в черношке поклевать пошел Вот эти спокойные, а черные задираются ухей-люи и иногда получают Пошел, как ни при делах Ну все, друзья, наш рабочий день подошел к концу Уже пьем чай, это более приятно С этими шпильками я провозился два дня Вчера до темноты и сегодня тоже, честно говоря, упалился Вчера ты под дождем вообще их делал? Я даже не знаю, будет держаться эта крыша Или может Дима прав, что не такое большое строение, что ничего страшного Ну хотя парусность будет, да, у крыши Я вообще всегда люблю делать надежно Ну а тут такой вариант, что даже не знаю Ну в общем, на некоторые шпильки я накрутил снизу гайки Плюс я еще дебиля сделаю Те же, которые на стенах у меня идут Как она? Фишер, да? Ну иди Ну надеюсь, что крыши, которые мы приступим позже Которую я не знаю, как я один буду делать Вот Надеюсь, она не улетит А у нас все Всем удачи, пока Максик, попрощайся С подписчиками Пока Максик, дай мне покушать Что ты хочешь? Куда собрался? Куда? Куда? Красавчик Ну все, Максик, дай поесть